Время, которое на Земле будет ископелено жарой. Распределение на планете Земля идеального температурного режима также имеет жизненно важное значение. Для обеспечения данного равновесия также созданы особые элементы. Ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к плоскости земной орбиты в среднем на 23 градуса 27 минут, что предотвращает резкий температурный контраст, который может возникнуть между полюсами и экватором. Не будь этого градуса отклонения, а разница температур между полюсами и экватором значительно возросла бы, что поставило бы под угрозу существование пригодной для жизни атмосферы. Равномерному распределению тепла на планете способствует также и высокая скорость вращения Земли вокруг собственной оси. Наша планета совершает оборот вокруг своей оси всего лишь за 24 часа, благодаря чему продолжительность ночи и дня очень коротка. Таким образом, температурная разница между ночью и днем совсем невелика. Значение скорости вращения Земли вокруг собственной оси станет понятнее, если мы рассмотрим пример с планетой Меркурий. Он вращается вокруг своей оси очень медленно, и поэтому день на Меркурии длится больше одного года. По этой причине температурная разница между ночью и днем там составляет около 1000 градусов по Цельсию. Ужасающая разница температур совершенно неприемлема ни для каких форм жизни. Рельеф Земли также способствует равномерному распределению тепла на планете. Разница между температурами на полюсах и экваторе Земли составляет всего около 100 градусов по Цельсию. Если бы подобная разница образовалась на поверхности Земли, лишенной каких-либо неровностей и возвышений, то на ней бы свирепствовали ураганы, скорость которых достигала бы 1000 км в час. Но земная поверхность наделена многими природными препятствиями, останавливающими и замедляющими сильные потоки воздушных масс, возникающие из-за разницы температур. Эти препятствия — горные цепи. Более того, в атмосфере Земли присутствуют специальные автоматические системы, которые постоянно регулируют уровень температуры. К примеру, при чрезмерном перегреве определенной области, в ней повышается испарение воды и увеличивается масса облаков. А облака, в свою очередь, отражают часть солнечных лучей и одновременно обеспечивают выпадение дождей. Таким образом, предотвращается дальнейший перегрев земной поверхности и нижнего слоя атмосферы. Масса Земли и ее защитная оболочка. Помимо удаленности от Солнца, скорости вращения вокруг своей оси или рельефа поверхности, большим значением для существования жизни на Земле обладают и размеры этой планеты. Если мы проведем небольшое сравнение, то убедимся, что небесные тела могут обладать различными массами. Например, Меркурий обладает только 8% от массы Земли. С другой стороны, Юпитер по своей массе превосходит вес Земли ровно в 318 раз. Хорошо, но возможно ли, что величина Земли среди прочих планет со столь различными размерами определилась случайно, само собой? Нет. Если изучить особенности земного шара, окажется, что небесное тело, на котором мы с вами живем, имеет самый идеальный размер. Вот что говорят об этом американские геологи, пресс и сивер. Земля имеет самые оптимальные размеры. Если бы она была меньше, то сила притяжения ее уменьшилась бы и оказалась бы не в состоянии удержать атмосферу вокруг Земли. Если же она была бы больше, то это привело бы к увеличению силы ее притяжения, и она удерживала бы в атмосфере некоторые ядовитые газы, что сделало бы, в свою очередь, атмосферу опасной для жизни. Наряду с массой Земли, ее внутреннее строение также заключает в себе особый замысел, который делает возможным жизнь на этой планете. Недра Земли до самого ее ядра составлены из различных слоев со специфическими особенностями. Слои, находящиеся в движении, создают особое магнитное поле. Определение нами направления при помощи компаса, а также ориентация в пространстве мигрирующих перелетных птиц, возможно лишь благодаря этому магнитному полю. Более того, данная магнитная область простирается за пределы атмосферы и составляет особую защитную броню Земли от возможных опасностей, которые грозят нам из космоса. Большинство блуждающих в космосе смертоносных космических излучений и метеоритов не могут преодолеть эту защитную броню вокруг Земли. Большая часть потоков плазменных облаков, образующихся во время солнечных взрывов, отталкиваются от попадания на Землю именно этим магнитным полем. Оставшееся небольшое количество облаков направляется к малопригодным для жизни полярным районам Земли. Частички солнечного излучения, сталкиваясь с атмосферой, в этих районах образует восхитительное световое зрелище. Не будь у Земли этой магнитной брони, все живое на планете было бы уничтожено смертоносными космическими лучами. И ее не существовало бы вовсе. Однако, благодаря магнитному полю, образуемому земным ядром, наша планета имеет совершенную защитную систему. Всевышний Создатель напоминает нам об этой истине в Коране. И мы устроили небо надежным кровом над ними, а они от знамений этих отворачиваются. Соразмеренность в атмосфере. Земля имеет оптимальную для жизни температуру и необходимые размеры, и защищающую все живое специальную броню. Но даже всего этого недостаточно для существования жизни на Земле. Другим очень важным условием является строение атмосферы. Фантастические фильмы порой вводят людей в заблуждение. К примеру, часто встречаются в фильмах сюжеты, когда астронавты, достигшие на космическом корабле далекой планеты, перед высадкой на поверхность проверяют атмосферу на пригодность для дыхания. Если компьютеры корабля выдают положительный результат, значит, нет какой-либо надобности в защите. Подобные сценарии создают впечатление, что люди могут легко и случайно обнаружить пригодную для себя атмосферу. Однако, если бы мы на космических кораблях проделали путь в глубины Вселенной, то не обнаружили бы пригодной для человека атмосферы нигде, кроме Земли. Поскольку атмосфера нашей планеты является уникальной смесью газов, созданной соединением в единое целое особых условий, необходимых для жизни. И даже на небольшом удалении от этой атмосферы без защитных скафандров остаться в живых просто невозможно. Атмосфера Земли представляет собой смесь газов, которая состоит из 77% азота, 21% кислорода, по 1% углекислого газа и аргона. Самым важным из них является кислород. Живые существа, обладающие чрезвычайно комплексным строением, как, например, человек, используют кислород для получения энергии, необходимые для течения внутриклеточных реакций в процессе жизнедеятельности. Количество столь жизненно важного для нас кислорода в атмосферном воздухе имеет самую оптимальную величину. Вот что пишет по этому поводу известный профессор микробиологии Майкл Дентон в своей книге «Судьба природы. Как биологические законы показывают предназначение Вселенной», получившей широкую известность в научных кругах всего мира. «Смогла бы наша атмосфера поддерживать существование жизни, если бы в ней было больше кислорода?» Нет. Кислород является очень реактивным элементом. Количество кислорода, содержащегося в настоящее время в атмосфере, то есть 21%, находится в идеальных пределах, превышение которых грозит безопасности жизни. Каждое однопроцентное увеличение этого количества сверх 21% повышает вероятность возникновения лесного пожара при ударе молнии на 70%. Постоянное содержание кислорода в атмосфере, в свою очередь, достигается совершенной системой круговорота. Живые существа непрерывно расходуют кислород и вырабатывают вредный для себя углекислый газ. Растения же осуществляют обратный процесс, и преобразуя углекислый газ в кислород, обеспечивают существование всего живого на планете. Растения вырабатывают и выбрасывают в атмосферу миллиарды тонн кислорода ежесуточно. Если бы обе эти разновидности существ, то есть растения и живые существа, осуществляли бы один и тот же процесс, Земля за короткое время стала бы совершенно непригодной для жизни. К примеру, если бы и растения, и живые существа производили кислород, то атмосфера за короткое время приобрела бы горючие свойства, так что даже малейшая искорка приводила бы к гигантским пожарам. С другой стороны, если бы и растения, и животные производили только углекислый газ, это привело бы к скорому истощению запасов атмосферного кислорода, и через некоторое время повлекло бы за собой массовое вымирание других существ от идущих. Однако баланс всего сущего создан столь безупречно, что количество атмосферного кислорода имеет идеальную для существования жизни пропорцию. Безукоризненно налаженное постоянное равновесие в очередной раз демонстрирует нам беспредельные знания, мудрость и могущество своего Создателя. Этот Создатель – Всевышний Аллах, Господь Небес и Земли. В одном из аятов Корана Аллах призывает людей к размышлению над этой истиной. «Разве вы не видите, истинно, Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле, и одарил вас милостями, явными и скрытыми, недоступными вашему пониманию». Соразмерность в дыхании Каждую минуту своей жизни мы дышим. Мы постоянно вдыхаем воздух в легкие и тотчас же выдыхаем его. Мы делаем это настолько часто, что считаем это обычным нормальным явлением, хотя дыхание представляет собой очень сложный процесс. Система нашего организма налажена так, что совершая дыхание, мы даже не думаем об этом. Когда мы вдыхаем в себя воздух, кислород проникает через дыхательные пути в крошечные пузырьки, которых у наших легких насчитывается около 300 миллионов. Кровеносные капилляры, покрывающие сетью стенки этих пузырьков, тут же вбирают в себя кислород и одновременно выбрасывают отработанный продукт в виде углекислого гада. Благодаря этому процессу, который длится менее половины секунды, мы вдыхаем чистый воздух и тотчас же выдыхаем его уже в виде загрязненного. 300 миллионов альвеолярных пузырьков, существующих в легких человека, необходимы для того, чтобы обеспечить максимальную площадь контакта легких с воздухом. Здесь следует обратить внимание еще на один существенный момент. Узость внутри легочных пузырьков, а следовательно и идущих к ним каналов, является уникальным инженерным проектом, разработанным для повышения количества вдыхаемого кислорода. Но этот проект осуществим только при наличии еще одного непременного условия. Плотность, текучесть и давление воздуха должны иметь такие параметры, при которых он может свободно проходить через узкие каналы. Это можно пояснить еще на одном примере. Втянуть воду в шприц не составляет особого труда. Но если мы посредством того же шприца попытаемся втянуть мед, то задача станет невыполнимой. Поскольку мед, в отличие от воды, обладает... ... ... ... ...